Это Ньюсейдер, друзья, я Александр Кушнарь, сегодня 19 мая. Накануне я получил эксклюзивную информацию о том, что на самом деле произошло с системой ПВП «Триот», по поводу которой российская Миноборона лгала о том, что она якобы была поражена ракетой «Кинжал», и которая в действительности оказалась цела и работоспособна, как об этом заявили американские военные источники. Итак, тот собеседник, на которого ссылаюсь я, непосредственно знаком с обстоятельствами перехвата ракет в ночь на 16 мая, когда, соответственно, одна из американских батарей ПТриотов перехватывала несущиеся в ее стороны гиперзвуковые кинжалы. По словам этого источника, сбитие одной из вражеских ракет произошло буквально над самим зенитно-ракетным комплексом. Цитирую сообщение, которое было отправлено мне. «Он, то есть ПТриот, работоспособный. Мне подтвердили. Попадания не было». Цитата завершена. Приятно понимать, что, с одной стороны, это полностью соответствует нашей изначальной трактовке событий, когда мы говорили следующее. Те вспышки на видео с камеры наблюдения, которые можно было заметить в районе введения зенитного огня по враждебным целям, очень похожи именно на перехваты, осуществляемые очень близко к Земле, а вовсе не взрывы в результате уничтожения ПТриотов. С другой стороны, представленное вот этим источником описание не противоречит данным анонимных американских источников, которые сообщили СНН, что генератор и некая электроника у этой системы все же получила минимальные повреждения, то ли из-за падения обломков, то ли из-за падения неизвестного снаряда. Те два разрыва, которые вы видели на снятом с другого ракурса видео, позволяют предположить, что если падение обломков и правда имело место, то речь идет именно вот об этом эпизоде. Если вы спросите, при чем здесь вот эти два взрыва на Земле, то я напомню о том, что ПТриот сбивает вражескую ракету путем физического столкновения с ней, а не путем подрыва рядом с ней. Поэтому зенитный снаряд может просто попасть в заднюю часть ракеты, в то время как передняя, то есть боевая часть, просто отвалится и полетит к Земле, где и взорвется. О подобных исходах предупредил накануне спикер ВВС Украины Юрий Игнат, объясняя, почему успешная работа ПВО не гарантирует полной безопасности. То есть обломки падают и могут вызвать возгранья, собственно, как и произошло в Одессе. Как видите, ни украинские власти, ни мой источник ничего не говорят ни про повреждения ПТриот, ни про обломки, в отличие от американцев. Однако, даже если последние и правы, то в любом случае их финальные данные на этот счет таковы. Накануне представитель Пентагона Сабрина Синк заявила, что система ПТриот уже починена и теперь находится в полностью рабочем состоянии. Хотя ранее американцы говорили, что даже после получения предполагаемых царапин, условно говоря, вот эта система из строя не выбывала и продолжала работать. Ну а если Российская Минобороны хочет что-то возразить, то пусть покажет нам спутниковые снимки и снимки с дрона, которые подтвердили бы уничтожение ПТриотов. Ах да, точно, этих снимков у России нет, потому что у России нет ни нормальных спутников, ни оперативно-стратегических дронов вроде того же Global Hawk, ни даже работающего самолета дальнего радиолокационного наблюдения, который, я напомню, был подвором белорусскими партизанами. Зато у России, как известно, есть Коношенков. Короче, о чем эта история? О том, что вранье Министерства обороны России не просто было опровергнуто, а опровергнуто конкретно, детально и последовательно, нанеся российской кампании по дезинформации об уничтожении ПТриот очередную глубочайшую рану. Эта рана оказалась тем более болезненной, что россияне возлагали на эту свою ложь особенно большие надежды. Ведь они восприняли первоначальные заявления Пентагона о повреждении батареи ПТриот как доказательство их правоты. Вот только в конце этой истории, как видите, их ожидала полная фиаско, которая выглядит тем более позорно, что спикерами обороны России Игорь Коношенков не просто соврал, а соврал непрофессионально. Я напомню, что 16 мая он, ничтоже сумняшись, сказал, что ПТриот уничтожена ракета-кинжал. Вот только на следующий же день он был высмеян. Спикер ВВС Украины Сергей Игнат напомнил о том, что ПТриот невозможно убить одним кинжалом, ибо это целый большой комплекс с 15 разными компонентами, разбросанными по разным местам, причем далеко отстоящим друг от друга. Зато со стороны американских источников последовало уточнение, в котором были названы конкретные элементы системы, претерпевшие небольшие проблемы. Вечером того же дня Коношенков выкатил не менее забавное утверждение, которое, очевидно, признано было уточнить предыдущее, а точнее исправить первоначальную нелепость. Мол, оказывается, Россия в этом ПТриоте уничтожила аж 5 пусковых установок и радар. При том, что как раз по поводу радара чиновники Пентагона специально подчеркивали, что вот именно вот эта, самая дорогостоящая часть системы, как раз-таки не была задета. Но и на это заявление Коношенкова мы можем разразиться гомерическим хохотом, потому что боевая часть ракеты кинжала является обычной, а не кассетной, и предназначена она, соответственно, для нанесения точечного вреда конкретному объекту, а не вреда по площади. Тем не менее, даже если представить, что вот эта ракета имела бы площадное, а не точечное воздействие, то даже в этом случае говорить о повреждении сразу 5 установок и радара одним ударом было бы невозможно, поскольку установки ПТриот в любом случае сосредоточены не на пятачке 100 на 100 квадратных метров, не говоря уже о том, что радар этот будет находиться вообще в стороне от места ведения огня. Конечно же, никакой Америки я здесь не открыл, ибо информация о функционировании комплекса ПТриот хранится в открытом доступе. Однако, по всей видимости, в Кремле Путин явно не единственный, кто не пользуется интернетом. Так что эти омерзительные террористы, получается, не умеют делать даже того, что касается их непосредственной, так сказать, специализации. То есть они не умеют профессионально лгать. Другое дело, почему именно они так озабочены системой ПТриот, что готовы растратить за полмесяца 7 дефицитных боеприпасов типа кинжал, дабы получить хотя бы минимальный шанс укусить эту американскую ЗРК. Ответы мы ранее давали самые разные. От стремления продолжить террор против украинцев до отвлечения внимания от проблем на фронте. Тем не менее, только что мы получили, похоже, еще одно объяснение. Накануне телеканал СНН рассказал, что, оказывается, украинские войска уже применили ПТриот для того, чтобы сбить, по меньшей мере, один российский истребитель в момент, когда тот нацелился на украинские объекты. О сбитом самолете говорится как о единичной цели. Однако нет никаких сомнений, что речь идет об истории с ликвидацией четырех воздушных аппаратов в прошлую субботу над Брянской областью. Комментируя этот самый черный для российских ВКС инцидент за последние десятилетия, мы уже тогда предположили, что работали именно ПТриоты, которые были размещены на безопасном расстоянии от российской границы. Откуда как раз-таки они и достали Су-35, Су-34, а также два вертолета Ми-8, которые кружили в районе Клинцов. Нет сомнений, что шокированное российское руководство осознало, если они не смогут уничтожить ПТРИОТ, то им не удастся терроризировать не только киевлян ракетами, но и приграничные украинские области авиабомбами. Да и вообще не получится кружить рядом с Украиной. Смотри, сейчас говорят, ПТРИОТов могут туда поставить. Ну, хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкиваем и ПТРИОТ, и там пощелкиваем и ПТРИОТ, и там пощелкиваем. Вот только выяснилось, что это не российские ракеты пощелкали ПТРИОТ, как того хотел военный преступник Владимир Путин, а ПТРИОТы пощелкали самые передовые российские ракеты, самолеты и вертолеты. Пощелкиваем и ПТРИОТы там. И теперь ПТРИОТы продолжают поддерживать непробиваемый купол над украинской столицей, посмеиваясь прямо в лицо Путину, который даже и представить себе не мог, насколько американские технологии превосходят все то, что в принципе могут сделать путинские кулибины. Вот те самые кулибины, которых Путин теперь сажает просто за то, что те посмели выдать за супероружие пулю из кое-чего. Конечно, пока что у России все еще сохраняется возможность производить ракеты для террора, а значит, украинцам какое-то время придется заботиться об отражении соответствующих ракетных атак. Военная разведка Украины выяснила, что ежемесячно российские террористы производят 25 ракет Калибр, 2 ракеты Кинжал, 35 крылатых ракет Х-101 и 5 баллистических ракет Искандер-М. Вот только при всем своем маниакальном желании вредить украинскому мирному населению, Россия не сможет вечно производить и запускать по Украине все эти ракеты, не говоря уже о том, что за одну ночь Кремль, как мы видим, бессмысленно растратил трехмесячную норму производства тех же кинжалов. Можно не сомневаться, что однажды и ракетное производство России, и носители, с которых она запускает эти ракеты, постигнет та же судьба, что и 4 самолета с вертолетами. Они попросту сгорят. А российские убийцы должны готовиться к тому, что каждое из них и каждое то предприятие, которое причастно к ракетным атакам против Украины, а именно производство, логистика, складирование, установка на самолеты, запуск этих ракет, вот все они являются законными целями для ВСУ. О чем, собственно, и предупредил только что глава разведки и обороны Украины Кирилл Буданов, когда пояснил, что, например, недавние атаки против российских пропагандистов это дело рук украинских спецслужб? Если кто-то сомневается, то может спросить у Дарьи Дугиной, во длина татарского, а также у Захара Прилепина и его друга, как им живется после хлопков со вспышками и задымлениями. Правда, из них из всех говорит сейчас, теоретически смог бы только Прилепин. Вот только боюсь, что язык ему укоротили настолько, что теперь он будет взвешивать каждое свое слово, вспоминая об Украине. Друзья, ну а теперь долгожданное интервью с Константином из сил специальных операций, для которых мы сейчас уже ведем второй по счету сбор для второй партии тяжелых дронов Дора и Вака, которые уже меняют ход вот этой войны против российского агрессора. Кто хочет помочь, может сделать это, перечислив средства через ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео, то есть PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. Ну а сейчас интервью с Константином. И ведет эту беседу Константин из своей собственной мастерской, где он с ребятами как раз и собирает вот эти самые дроны Дора и Вака. Камикадзе. Новый экспериментальный, тяжелый. Сейчас ребята занимаются. Это у нас камеры со сбитого Орлана. Ну в общем, тут у нас мастерская по электронике. У нас тут еще лежало два Орлана. Лежало у нас тут два Орлана. Мы их препарировали, позабирали тут всю электронику. А, есть еще. Сейчас покажу. Орлан. Пользуемся их электроникой. В принципе, неплохая электроника. Вернулись мы из боевых. Сделали мы три полета. На третьем, на возврате. Разменяли самолет на четыре ракеты Тора. То есть, когда летели туда, три ракеты не попали. Видно, они нас уже ждали, когда мы будем возвращаться. И на обратном пути, ровно посередине Днепра. Все было хорошо, хорошо. Брык. Самолет ушел. Показал, что он минус сто три метра. И как бы... Ну ничего, так бывает. Так бывает. Я думаю, что не страшно, потому что на сто миссий один самолет потерять, это, в общем, наверное, не катастроф. Хотя понятно, что это обидно всегда. Но самое главное, как я понял, самолет выполнил миссию. Да, этот самолет, вот он, именно этот самолет, за две ночи сделал три боевых выхода. На той территории удаление было 32 километра. Так что безопасно можно было забрать эти посылки. Ну, вычислили, как-то смогли в воздухе его все-таки поймать, надо будет проанализировать. Ну, ничего, ничего. У нас это из всех полетов, так чтобы прям по нам попали, это первый случай. Это именно самолет ВАКа, да? Да, да, это ВАКа. Понятно. В общем, это наша электронная мастерская. Мы здесь занимаемся электроникой, видеооптикой, модемами. Внизу там у нас мастерская по ремонту и сборке самих самолетов. А здесь, здесь работаем, здесь работаем с тонкими, с тонкими электронными. Вот. Как-то так. Хотел сказать огромное спасибо всем подписчикам, всем донаторам. Вы очень круты за такое короткое время собрать. Значит, Дора уехала сейчас в сторону столицы. Они чуть-чуть быстрее, потому что их проще собирать, они немножко быстрее идут по постановке на вооружение Министерства обороны. И у них сейчас там последние тесты, вот, должны уже, по идее, вернуться с пакетом документов о постановке официально на вооружение. Из-за того, что мы вот на боевых, у нас еще не закончились боевые, мы вернулись на базу, так как один вот потеряли, а второй был небольшой краш. Сейчас отремонтируем пару дней и снова выйдем где-то дней на пять, на шесть, потому что обстановка напрягается, и нам надо обеспечить наших людей на той территории всем, что им необходимо. Да, ну, и я надеюсь, что мы сможем как-то помочь. Вот мы уже в рамках вот предыдущего сбора собрали 30 тысяч евро, которые уже перечислены полностью представителю твоей команды. 25 тысяч через PayPal и 5 тысяч у нас на фонде. И вот с этого фонда мы собираемся приобрести вот те компоненты, которые ты нам скажешь приобрести. Вот у нас небольшой резерв остался, но я также хочу пояснить, что, в принципе, вот мы сейчас начали уже, получается, следующий сбор на следующую партию тяжелых дронов Дора и Вака, которые я всегда напоминаю зрителям, что уже прямо сейчас работают на фронте, вот как следует частности из слов Константина, и уже меняют ход вот этой священной оборонительной войны Украины против России. Так что, Константин, скажи, пожалуйста, в принципе, вот следующий сбор, как ты его видишь, что нужно, на что нужно сделать упор? Или вот продолжаем так же на Ваку и Дору, чтобы они работали, чтобы их ремонтировали при необходимости, ну и так далее? Я вот о чем, что тут есть два направления. Первое направление – это, ну, как обычно, R&D, это где-то 15-20 процентов всех сумм, которых мы тратим, это на что-то новое, на то, что позволит нам не терять самолеты или выполнять более качественно. В данном случае это два направления. Это новые модемы на широком ППРЧ, они одни из лучших. Кстати, это чистое производство Украины, и вот мы сейчас хотим их установить на один самолет и попробовать, потому что все-таки те частоты управления, на которых мы работаем, РЭБы могут заглушить, эти вроде бы не поддаются. Это первое – это на изыскание, на новые направления. А второе – мы выходили, перед тем, как выйти на боевые, мы подготовили, обучили одну группу ГУРа. Мы ребят подготовили, и на одном из сейчас выходов боевых они принимали участие с нами. Ребята подросли, и по большому счету они могут как бы работать уже автономно. Если бы можно было бы собрать ребятам на два борта, было бы вообще классно, потому что, честно, немножко группа подустала в связи с тем, что запросов много. Мы много ездим, передвигаемся, работы по ночам, и одной группы однозначно не хватает. На такое количество запросов они бы могли работать по своему плану, тем более, что эта группа работает именно на том самом горячем донецком направлении. Там много работы, и как для требований Министерства обороны, Министерства цифровой политики, для того, чтобы поставить на вооружение, нам необходимо, я раньше об этом говорил, необходимо, чтобы две-три обособленных группы работало, и работало по автономным планам, по сбору вот этой вот информации, по результатам этих полетов, и принимается основное решение по постановке на вооружение, о массовых закупках государством этих беспилотников. Но скажу, что на данный момент, на данный момент, если бы мы могли физически выполнять, то летать не перелетать. И если раньше у нас отношение было 80 на 20, это либо гуманитарные, либо ИПСО, либо занос посылок нашим ССО или партизанам, 20% это ударные, то ВАКа сейчас на 100% перешла на работу по переносу гуманитарных грузов и посылок для ССО и партизан. В связи с тем, что совсем скоро начнется очень активная фаза, нам необходимо обеспечить наши группы в средне-глубоком ТУ, а это 30-40 километров. На данный момент, к сожалению, кроме... Для нас, конечно, хорошо, но, к сожалению, для армии, кроме ВАКи, никто не может занести. Либо мы активно сейчас, прям немедленно должны еще одну-две группы обеспечить для того, чтобы хотя бы снять вот этот вот одномоментный ажиотаж, ну и показать самому Министерству обороны количество успешно выполненных боевых задач на единицу времени. Потому что предложений, конечно, для Министерства обороны огромное количество по разным беспилотникам. И мы понимаем, Министерство обороны, что им там из 200 предложенных вариантов необходимо выбрать там 2-3, для того, чтобы они могли на ней сконцентрироваться, потому что финансирование все-таки не безгранично. Я тебя услышал, и я вот сейчас тогда предлагаю зрителям иметь это в виду. Друзья, если вы хотите поддержать производство вот этих вот очень важных дронов, Дора и Вака, вот о чем сейчас Константин рассказывал, следующая партия, я думаю, около 30 тысяч евро, если мы говорим, да, о двух таких дронах. То есть 30 тысяч евро. Да, мы сейчас говорим о 30 тысячах, в связи с тем, что корпуса у нас практически изготовлены, это получается на 30 тысяч будет не два самолета, а три, может даже там три с половиной, но три точно. Потому что тратить сейчас на корпуса не надо, они уже изготовлены, мы своими силами там справились с этим вопросом. Ну я так понимаю, что предыдущие 30 тысяч евро, они тоже не на два, как мы изначально планировали пойдут, а как минимум на три, на четыре уже. Получается, значит, это два полных борта Вака, один Дора и, ну почти на три, почти на третий хватило Дора, Вака, но к сожалению из этих самолетов вот один был сбит. Вот, то есть у нас есть один комплектный, сейчас мы его подремонтируем, там небольшой краж был, такое своими силами два дня вон строю, и немного не хватает электроники на третий борт, это мы как раз с вами там договоримся, из тех денег, которые у вас еще остались, чтобы заказать там в Европе, в Америке электронику. То есть получается на 30 тысяч три Ваки, одна Дора. Вот то, что вы смогли собрать. Это очень хорошо, это очень серьезно. Да, это четыре дрона, друзья, четыре тяжелых дрона, которые вот, как видите, являются уникальными, и вот из слов Константина, как я понял, получается, что вот Вак, она буквально незаменима, это чуть ли не единственный дрон, относительно дешевый, который может делать вот такие вот ходки, что называется, да, на 30-40 километров туда и обратно. Так что, друзья, низкий покон всем, кто решит помочь, как всегда, если вы хотите поддержать производство этих уникальных дронов, которые меняют ход войны, можете перечислить средства через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. То есть, PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. А команде Константина, естественно, низкий поклон за вот эти вот труды. Потому что, как я понял, ты с этой командой работаешь практически постоянно, ты на расхват с этим спецподразделением. Действительно, нужны другие подразделения, а для них нужны и, соответственно, дополнительные дроны, и чтобы вы могли отдохнуть, и чтобы вообще как-то расширить немножечко ареал работы. Тем более, в преддверии вот этой большой украинской операции, как ты сказал, предстоит большая активная фаза. Так что, вот это все надо иметь в виду. Спасибо всем, конечно, кто поможет, кто уже помогает, кто помог. Спасибо огромное всем. Необходимо расширяться, потому что на нашей группе и испытания, и обучение, и боевые полеты. Уже необходимо разделяться. Мы подготовили одну группу, вторая сейчас выйдет с боевых. То есть мы хотим запустить одновременно три группы ВАКа и хотя бы две группы ДОРа. С ДОРой там немножко попроще, потому что короче обучение это все-таки коптер, он в управлении прост. А с большим самолетом, тем более на такие дистанции, каждый-каждый пилот индивидуален, и подготовка занимает много времени. Поэтому пришло время расширяться. Если мы ранее делали в среднем два полета в неделю ночные, то сейчас уже доходит до того, что четыре рабочих ночи и по два, по три полета в ночь люди в самое слабое звено в этом. Люди выстают. Необходимо расширять и отпочковывать отдельные боевые группы. Спасибо всем огромное. Спасибо за помощь. За нами не заржавеет. Спасибо, Саша. Низкий поклон и тебе, Константин. До скорого и слава Украине. Вторым слава.